Всем добрый день, девочки мои! Уже не утро, уже день. Сегодня такая ясная погода. До этого было два дня совсем темно. Пасмурно, пасмурно. Листья облетели уже. Я собираюсь к врачу, к стоматологу. А у меня, смотрите, какой букет шикарный стоит. И там мне вчера ребята привезли сын со своей семьёй. В гости приходили. С деревни привезли мне цветочки. И не только цветочки. Вышла я уже, девочки. Солнышко движется к закату. Я иду к стоматологу. Решила пораньше выйти, чуть-чуть посмотреть по сторонам. Небо чистое сегодня. Хорошо. Думала, что надеюсь. Сегодня вечером будет похолодание. Очень сильное. Ну, ночью будет минус один, минус два под утро даже. Сейчас пока что плюс восемь вроде бы. Ну вот уже буду идти обратно я, когда от врача уже будет темно. Сейчас солнце быстро садится. И, в общем, закат уже полпятого. Вот. Ну, думаю, пока немножечко посниму. Вот мне почему-то нравится больше снимать, когда на улице всё-таки солнечная погода. Небо чистое. Когда приятно. Хотя вот так ветерочек дует. Я уже думала, что надеть, что надеть. Уже прям порывалась. Ну, достала, по крайней мере, пальто своё зимнее. Ну, оно лёгкое всё. Только оно подлиннее, чем эта курточка. Ботинки уже хотела тёплые надеть. Но всё-таки высунула носик на улицу и думаю, нет. Всё-таки сегодня ещё, пока я в своей курточке, в лёгкой шапочке, потому что я запарюсь в зимнем. Всё-таки плюсовая температура. Даже тогда, когда я буду идти уже от врача, будет плюс пять. Будет уже понижаться. Ну, плюс всё-таки это не минус. Ой, какая осенняя такая вот красота. Сейчас я иду по своей любимой олеечке пойду, по длинной. Заранее вышла. Там рынок ещё пройду. Сбербанк загляну, наверное. Надо наличные снятия. У нас Сбербанк на ремонте, который рядом с домом. Ой, какая красота, когда солнышко вот так пробивается. Костики уже жёлтенькие. Ой, машин столько. А куда ты от этих машин денешься? Никуда. Ну, тут не так уж сильно дует. Тут уже получше. И вот по этой длинной-длинной олее пойду. Натянула на лоб шапку. Кому-то нравится так, кому-то нравится не так. Ну, а мне когда как. Губы не стала особо красить, блеском намазала. Про чужие иду всё-таки. Ой, девочки. На выходные мои сын с семьёй съездили в деревню. День рождения у Свахи было. Вот, Сваха передала мне соленье там, компотик, холодец. Очень вкусный. В общем, короче говоря, день рождения у неё. Подарки она мне передала. Большое спасибо Свахе и детям. Очень приятно. В общем, Сваху поздравляю с днём рождения. Я просто, честно говоря, не знала точно, какого числа у неё. Поэтому не поздравила. И ребята мне не подсказали. Так бы я хоть ей позвонила бы, поздравила. Вот. Я даже не знала, что они поехали в деревню. Я знаю, что в субботу у Насти было соревнование. Кстати, она хорошо выступила. Я на соревнование не поехала. Поехала Наташа. Потому что, ну, там просто очень... Ну, во-первых, далеко это, очень долго. Я бы там всё равно не смогла бы высидеть, пока все выступят в награждении. Настюша выступила хорошо. Сольный номер у неё был. За который она получила первое место. Молодец. Вот. Она волновалась. Я ей говорила, подбадривала. Ничего не бойся. Я сама знаю, что такое соревнование. Сама когда-то спортом занималась. Ой, девочки, не обращайте внимания на звуки. Там деревья, видимо, срезают. Ага. Реже стали. Ну, в общем, грузят. Вот. Ну, и сейчас я, конечно, понимаю, что всё это волнительно в какой-то степени. Но я говорю, ничего не бойся, не волнуйся. Ты готовилась, ты сможешь. Всё получится. Но даже если что-нибудь не получится, ничего страшного, это твоё первое соревнование. Ты учтёшь ошибки. На следующий раз подготовишься ещё получше. Вот. По крайней мере, из всей группы только Настя одна изъявила желание станцевать соло. Больше никто не захотел. Я ей говорю, что за смелость тебе уже респект. Ты уже победитель. Даже хотя бы в этом плане. Просто говорю, сделай всё как надо. Получу удовольствие от своего танца. И всё. Ну, мне вчера Наташа показала ролик. Красиво, всё хорошо. Миница красавицы. Ну, я, конечно, сюда его не вставлю. Потому что я не скачала это видео. Ну, во всяком случае, самое главное, что соревнование прошло. Страхи все, волнения позади. Первое место получила. Это молодец. Фух. А я решила к стоматологу сходить. Записалась заранее, ещё в начале месяца. Ну, у меня врач такая востребованная. И к ней так быстро не попадёшь. Но я никогда стараюсь не затягивать ничего. Только если у меня появилась там маленькая дырочка. Я уже решила, что надо её запломбировать. Не ждать, пока будет хуже. Вот. Поэтому иду спокойно. При том, что она всё аккуратненько делает. Она такая, как сказать, внимательная, предупредительная. Там, ну, в общем, всё как надо делать. И дочка моя к ней же ходит. Мы к одному врачу ходим. И сын тоже туда же ходит. В общем, короче говоря, иду к нашему семейному, можно сказать, стоматологу. Вот. Вот мне интересно, тут работает. Я помню, что здесь Сбербанк был. А он сейчас есть. Не унесли ли его? Удобно было, что у нас через дорогу. Раз-раз зашёл, денежку снял. А тут сейчас на ремонт закрыли, когда откроют. Непонятно. Я смотрю, здесь на рынке мало. А что? А, понедельник. Понедельник многие делают себе выходной торгаши. Вот здесь вот обычно на этих прилавках очень много с машинами. Они стоят, вот тут машины. Они приезжают, привозят овощи, продают овощи, фрукты. А на выходные они обычно торгуют усиленно. В понедельник, как правило, многие отдыхают. Но не все. Некоторые работают, торгуют. Но мне ничего не нужно. Всё нормально. Опачки. Асбербанка-то тут и нет. Ёлки-палки. Что такое? Банкоматы там, где были, поубирали. Один Сбербанк на ремонте наш. Второй вот тут был. А теперь здесь Ставр написано. Напитки. Сделали магазин. Брали отсюда. Ёлки-палки. Это что-то у нас теперь наконечный только остался Сбербанк. Ну ладно, нет, так нет. Что теперь поделаешь? Спросила я у местных. Да, действительно, здесь уже Сбербанк убрали. И поблизости ни одного банкомата нету. Говорят, уйдите на конечную. Мне вообще сейчас в другую сторону. В общем, что-то у нас было их тут много, а сейчас прямо стало мало. Ну, значит, безналичных я безналичных хожу. Ой, да. Что-то я никак не найду времени сходить на конечную, действительно. Я представляю, какая там очередюга. Там, наверное, вся Александровка. Ужас. Так. Ну и получается, что? Я себе закладывала время на то, что... Время будет у меня в Сбербанке. Там чуть-чуть дыма-сюдыма. Короче говоря, я, наверное, рано еще пришла. Ну ладно, сейчас пойду, сяду. Буду ждать, что делать. Я никуда не спешу. В общем, почти пришла уже. Что делать, что делать. Вот так вот и живем. Ладно, девочки. Ну вот я уже вышла на такую основную лейку. Люблю вот такие тихие дворики. Здесь дороги нет. Дорога, она отдаленно находится. Вот такой проход. Ну там дальше уже дома, они последние перед рощей. Ой, какая красота. Смотрите, цветочки. На них солнышко светит. Вон они тебе. Как красиво. И все, вот этот дом пройду. Я пришла. Тихо, хорошо. Вообще, не шума никакого. Люблю такие дворики. Зеленые, тихие. Зимой они белые, а летом зелени стоят. Кругом зелень, тень. Ну сейчас тоже желтенькие. Тоже симпатично. Так, ну я почти пришла. За углом тут стоматология. Все, девочки, я вышла от врача. В 20 минут шестого на улице уже темно. Хотя вот я смотрю в камере, небо вроде как светлое кажется. На самом деле темно. Фонари только светят. Мне тут укольчик сделали. А не мело. Прям еще не мой совсем. В общем, запломбировала два зубика. Сделали мне еще там снимок. Четыре с половиной тысячи нету. Еще записалась я через неделю. Пойду там тоже чистка. Ну, камни уберут. В общем, там еще две с половиной примерно надо готовить денег. Вообще, вот я просто говорю в шоке. Пенсионерам совсем ничего нельзя, кроме как дешевой еды, наверное. Вот на пенсию, на эту прожить просто невозможно. Нет, можно было бы прожить, если бы даже вот как я у себя коммунальный уже, как говорится, вот за одну плачу, да. В общем-то, ну, найду бы, мне тоже бы хватало, как бы все, да. Если бы не какие-то вот эти вот, вот такие вот непредвиденные расходы. То у меня чайник сгорел, новый купить пришлось. То Wi-Fi у меня сломался, пришлось снова Wi-Fi покупать. То сейчас, вот видите, раз к зубному понадобилось идти, потому что пломбу поставить. И вот такие вот, в принципе, каждый месяц почти, что какие-то появляются непредвиденные. Я считаю, вот эти расходы, они именно такие вот непредвиденные, незапланированные. Вот. И вот пока у меня там еще хоть что-то, там еще что-то осталось по мелочи, ну, вот делаю. А как дальше? А там дальше уже никак. Вот эконом, не эконом. Как-то надо либо зарабатывать, идти, может быть, на работу устраиваться. Но я думаю, сейчас пока Настя вот еще в школу ходит. Я думаю, пока зима еще, может быть, пройдет. Ну, посмотрим там дальше. Вот, я чувствую, что к тому все уже идет, что надо будет где-то какую-то искать подработку. А иначе просто никак, никак не прожить. 11 тысяч, там 11 800, сейчас у меня это совсем мало. Так, девочки, меня уже не видно. Ладно, пошла я домой, не буду сейчас болтать. Хотя на улице сейчас прям хорошо. Вы знаете, ветра нету, вообще тихо. И прям не холодно. Я думала, будет холодно. Ну, если бы ветер дул, конечно, было бы холодно. Все на сегодня. Доброе утро, девочки мои. Сегодня опять солнечная погода, но холодно. Утром в 7 часов было 0 градусов, а днем будет до 4 тепла. Ну, и ночные заморозки у нас теперь начались. Ну, видите, пасмурно было, тепло. Солнышко вылезло, стало холодно. Но ветра нету, это радует. Иду за Настей. Все, девочки, вышла я в школу. Приоделась я уже по-зимнему, по-теплому. Одела свое пальтишко вот это. Тепленькое, но оно легкое, классное. Я до сих пор рада, что у меня такое пальто есть. Шапочку, как вы любите, надела. Вот, ботиночки, штанишечки с начосиком. Ну, такие вот легкие. Вот. Ботинки уже утепленные. Мне кажется, в кроссовках уже ноги мерзнут. Хорошо, когда солнышко светит. А я сейчас дорогу переходила, смотрю в солнце. Тут видно. А луна, видно, вот прям висит вот тут над головой. Но вы луну не разглядите. Вот. Вот такая вот погодка. Классная-преклассная. Ну, честно говоря, ветра нету. В принципе, можно было бы даже пойти в куртки. Но в кроссовках, мне кажется, все равно прохладновато уже. Вообще обманчивая погода. Морозный все-таки воздух. И я мерзнуть не люблю. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я смотрю, люди убирают листья, дворники. И уже прям понад дорогой лежит куча мешков больших с листьями. Я думала, их никто убирать не собирается. Потому что в некоторых местах не убирают. И я смотрю, там уже прошлогодние листья уже так погнили. Сверху присыпаны свежими. И уже такой слой, приличный такой, листья. Ну, где-то уберут хорошо. Ой, иду потихонечку, наслаждаюсь погодкой. Классно. Все-таки классно. Ну, у нас уже вот с этой недели начались у нас заморозки ночные. До минус четырех будет даже доходить. В общем, от нуля до минус четырех. Ну, и днем тоже. Вот сегодня плюс четыре. Ну, на этой неделе вот один день будет. Четверг, по-моему, до одинокс. Потом резко снизится. Резко прям рухнет температура. И выходные опять небольшой плюс. Не, ну, если так, солнышко. Хотя там, да, я какие-то дни еще смотрела. Там будет дождь со снегом. Но это вообще, конечно, самое ужасное. Когда гололед. И дождь идет. И снег идет. Ну, чтоб гололеда главное, чтоб не было. Я больше всего, вот за зиму, больше всего боюсь гололеда. Ну, и когда высокие сугробы, как у нас один раз, завалило. Так что транспорт весь встал. Все остановилось. Продукты не подвозят в магазины. То есть, подъезда еле вышло. Я плыла, можно сказать, гребла по снегу до магазина. Забрала там последний хлеб. Кстати, раньше никогда у меня не было привычки запасаться на зиму продуктами. И после вот той зимы, я еще тогда работала в Миге, завалила очень сильно снегом. Ну, в общем, машины прям по крышу даже вот такие вот были сугробы. И у нас в Миге даже, ну, там, человек 20, наверное, покупателей оставили ночевать. Они не могли выехать ни на своих машинах, автобусы перестали ходить. Их даже где-то в Икеа, по-моему, положили спать. В общем, так дело в том, что дороги начали разгребать еще. Начинают у нас всегда снег разгребать в трассы, трассы разгребают. И у нас дня три Восток практически не убирается. Ну, при том, что начинают убирать его с центра, пока дойдут до спальных районов. Ну, мы тогда... Я тогда сразу позвонила своему начальнику. Я говорю, у меня там отпуск вроде не это, недоголенный. Я говорю, беру на неделю отпуск. Он, ну, бери. Я говорю, как добираться? Пешком, что ли? В общем, короче... Правильно, вот, очень-очень. Фух, машины разъехаться не могли. В общем, короче говоря, с тех пор я уже, вот, как зима только приближается, я стараюсь, чтобы у меня... В тетропаке молоко было, ну, какой-то там запас небольшой. Ну, одно, там, две. Ну, мясо в морозилке, там, крупы какие-то. В общем, необходимые продукты, чтобы они у меня были. Я не жду, пока у меня все закончится совсем. Вот я вижу, когда уже заканчивается. Я заранее покупаю. Ну, и там хотя бы несколько баночек консервов каких-то, чтобы было. В общем, чтобы можно было, в случае чего, неделю из дома не выходить. Ну, в принципе, это хорошая привычка. Я ничего не беру, слишком много. Беру так, чтобы на неделю у меня, если что, была еда. Были продукты, из чего приготовить. Все, пришла я в школу, люди ждут. Дети еще не выходили. Моя погодка просто прелесть. Мы спас. Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как мои соревнования пошли. У меня такие эмоции были. Я пришла в зал. Сначала мы там были наверху, там что-то переодеты, что-то такое. Вот, я переоделась в костюм. Мы поразминались. Там очень был большой зал. И там было очень много людей. А мы поразминались, и вдруг меня взяли за руку и повели вот где скоро, типа, буду выступать. Меня же привели только на другой угол. Сказали, что я, типа, скоро буду выступать. А потом, когда я через три человека должна буду выступать, меня туда впихнули. Я такая волнуюсь. Меня вот так трясут, поддерживают. И потом наступил момент. Я вышла. И когда только музыка включилась, я вот так дернулась, потому что там такая громкая музыка была. Но я, к счастью, получила первое место. У меня золотая медаль. Ну, ты хорошо станцевала, как сама считаешь. Да, да, да. Тебе понравилось, значит, соревнования? Вообще, да, понравилось. Еще мне... Я когда вот станцевала, ну, то есть конец у меня программы был, вот, я пошла. И там я чуть-чуть расплакалась, потому что мне была... Вот я была такая затянутая. И потом резко расслабилась. Так мне была стресс такой. Ну, я, в общем... Потом мы пошли в этот, как его называют? В раздевалку мы, в раздевалку наверх. Там мы смотрели на девочек, старшая группа. Они тоже делали свои программы. И потом они по парам выступали. Я одна, а они по парам. И у них должна была группа. И когда у них... Мы спросили, когда у них группа, они сказали, через сколько? Через, наверное, через 100 программ. Мама сказала, что мы не уходим. Но я... Ну, потом она еще посмотрела там. Я уже одела куртку, она сказала, что Настя пошла. Ну, и вот. Ну, в общем, общее впечатление. Тебе понравилось участвовать в соревнованиях, да? Да. И особенно первое место занимать. Да. Ну, молодец. Мы за тебя рады. Спасибо. Все, девочки мои хорошие. Первые соревнования прошли на первое место. Да. Да. В общем, короче говоря, я на этом хочу видео такое коротенькое закончить. В общем, ну, больше мне снимать нечего. Мы сегодня ничего делать не собираемся. Домашнее задание нам не задали. Нам, говорю. Главное. Как будто бы это мне. Вот. Ну, там только одну строчечку надо прописать, дописать, то, что в классе не доделали и все. Вот. Погода радует. В общем-то, честно говоря, я оделась даже тепло, на удивление. Вот. Но завтра, если такая же погода, можно куртку надевать. Да, в принципе, можно и кроссовки даже. Вот. Ну, шапка, наверное, уже теплая скоро. Так. Ну, будет видно. Завтра будет видно. В общем, все, мои хорошие. На этом я прощаюсь с вами. Заканчиваю видео. Пишите комментарии. Желательно положительные. Подписывайтесь. А хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь. Мне уже все равно. Вот. Ну, все. До новых встреч. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.